МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодня. Оно течет. Рязанцы пытаются сами справиться с потоком нечистот, который заливает подъезд. Дворы, как несчастье, начинается зима, приходят и проблемы. Главные темы. Отставка Горбачева, как это было 22 года назад. А теперь обо всем подробнее. Главная тема сегодня. Хотите или нет фекалии, текущие из подъезда на улице Стройкова. За всей этой красотой наблюдала Наталья Новикова. Новый год уже совсем не за горами. Все ждут чудес, а в квартирах пахнет мандаринами и хвоей. Но, как оказывается, далеко не во всех. А вот чудо, наоборот. Пришлось бы здесь весьма кстати. В доме 65 на улице Стройкова на разлившаяся канализация со всеми вытекающими подробностями явно не добавляет праздничного настроения. У нас где-то примерно с 6-го числа, 6-го ноября, начал течь подъезд. Вообще-то это уже не первая ситуация, не первый раз за этот год. Мы звоним в аварийную службу, в водоканал, они друг на друга. Приезжают, прочищают, ничего не могу сказать. Но на суток. Вчера прочищали, сегодня с утра уже потоп опять. Пришел вот в гости к знакомым. Пройти невозможно в подъезде. Запах, черт чего, тут проехать невозможно. На машине вода, грязь. Ужас, одним словом. Сколько времени обращались. Они приезжают, что-то прочищают. Так куда, чего, не знаю. Вот видите, это все стоит от нашей канализации. Вдоль дома течет и по всей улице Стройкова от нас. В отношении коммунальных служб хочется сказать, только все плохо. Только все отрицательно. Когда бы мы не обратились в любой критической ситуации, чтобы они отреагировали с первого раза. Такого не бывает. Я убедительно прошу всех, кто может нам помочь. Это работники нашего дома управления. Это аварийные системы ЖКХ, которые приезжают, поширяют и уезжают. Вслед за ними вновь идут конституционные воды. В наш подъезд не войти и не выйти. Убедительно прошу вас. Помогите нам, пожалуйста. Специалисты посоветовали жителям обратиться в Роспотребнадзор, работники которого придут, возьмут необходимые пробы и примут меры. Также можно попросить помощи у администрации города, которая наверняка решит проблему. А еще можно подождать Деда Мороза, который обязательно придет и починит злополучную канализацию. Нет на прорву карантина. Читайте Маяковского, дорогие друзья. Он уже все написал. Ищите своих депутатов Гордумы, но точно не найдете. Не для того они, по всей видимости, избирались. Не только фекалии радуют рязанцев предновогодние дни. Олеся Харлина сняла материал, из которого становится ясно. Рязанский народ, несмотря ни на что, хочет видеть свой двор нарядным и праздничным. Не ждите чудо, чудите сами. Это отчасти юморная поговорка, как нельзя лучше подходит под описание тех дворовых добрых гуляний, которые провели сами жители многих рязанских дворов. Это видео прислали телезрители. Во дворе дома 15В на улице Интернациональной они организовали и горячий чай с самоваров, и сладкие угощения, и настоящее представление вокруг главной зеленой красавицы. К этому мероприятию мы решили провести театрализованное шоу для детей, устроить детский утренник силами жильцов нашего дома. Была организована команда Дед Мороз, Снегурочка, Снежная Королева, Боярыня. Дед Мороз! Дед Мороз! А ведь на самом-то деле ничего особенного. Дружно позвали соседей, нарядились в традиционные костюмы, сами выучили поздравления и просто вспомнили, что главный атрибут праздника – прежде всего настроение и желание принять в нем участие. Спасибо! Да, этот год для тебя, для тебя, для тебя и для всех вас принесет побольше удачи, поменьше невзгод. Хочется поблагодарить всех жителей нашего дома, особенно молодежь, которая сейчас принимает активное участие во всяких действиях по украшению, по оформлению дворовой территории, по благоустройству, благополучию. Жильцы дома так загорелись идеей, что и забыли о конкурсе на лучшее украшение двора. Помните, как в сказках с Дедом Морозом? Когда чудес не ждешь, они как раз и случаются. И, пожалуйста, заняли второе почетное место в своем округе. Поздравляем! Пользуясь случаем, хочется поздравить всех жителей города Рязани, Рязанской области с наступающим Новым годом, всех телезрителей канала «Город». Здоровья, прежде всего, успехов во всех делах, достижения, стремлений достижения своих целей и благополучия во всем мирном небе над головой. Сегодня страна отмечает отставку первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Закончился союз отречением Михаила Сергеевича. Новое поколение, да и не одно уж выросло. О таких речей никто из властей не говорил. Даже Дмитрий Медведев, которому уж, как говорит, сам Бог велел, да и Россия не возражала бы. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после Ламатинской встречи и принятых там решений, моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления. Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ. В 91-м году Борис Николаевич Ельцин занял Кремлевское кресло. И началось то, чего ранее не могло и быть. Дирижирование оркестра нелепой ситуации с падением с моста Чубайс, Березовский, Гайдар. И мы смотрели, смеялись, не верили, меняли деньги. И пока шла вся вакханалия, Россия зачеркивала нули в купюрах. Сейчас этого никто не вспомнит. А было, было. Горбачеву клянут во все кости, ругают его за развал Союза. Клянут и ругают те, кто не вышел на площадь. Не сказал слова, не заступился за страну. Горбачев виноват. Ельцин, а еще больше Чубайс. И все об этом на кухне. А сами смотрели, как раздирают страну чиновники. Как дербанят российские хабар-бандиты. Как жутко боятся их милиционеры. Как решают вопросы с уголовниками. Те, кого мы называем до сих пор народными заступниками. Скажите, пожалуйста, вы знаете своего депутата? Нет. Нет, 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 не знаю. То есть ни фамилии не знаю? Да, извините, не знаю. Ой, нет, извините. Не знаю, честно говоря. Не встречались. Депутата, нет, не знаю. А округ какой может у вас быть? Конечно, нет. Михаил Сергеевич, вы сделали главное. Вы дали нам свободу. И пусть продажность чиновников зашкалила все мыслимые пределы. И пусть министр обороны собирался покупать боемашины в Италии, стране вероятного противника. И пусть Кавказ. Ах, этот Кавказ. И все-таки, Михаил Сергеевич, спасибо вам за волю, за то, что мы можем сейчас это говорить. Спасибо за то, что можем показать заледеневшие улицы, на которые всем наплевать. За то, что, как мы все знаем, в новогодние каникулы никто не будет убирать помойки. Не будет. Хоть застрелись. Любая уважающая себя телекомпания просто обязана снять зимой сюжет о том, что дороги в городе не посыпаются смесью песка и соли, а тротуары не чистятся. Мы не исключение. Дороги даже в центре города оставляют желать лучшего. Про дворы и периферию даже говорить страшно. Лед, лужи, грязь – привычный вид из окна. А пешеходы все чаще предпочитают идти по проезжей части, потому что там, где по идее должен быть тротуар, сплошное снежное месиво. Следующий пункт в сюжете должен быть связан с состоянием улиц в плане чистоты. Дворники в Рязани работать ох, как не любят. И пусть в предпраздничные дни вокруг центральных площадей с елочками порядок навели, можно быть уверенными, что сразу после боя курантов наши горожане оставят после себя настоящую гору мусора. И убирать ее коммунальные службы будут только вместе с описанными выше елками. Что ж, телекомпания «Город» свое предназначение выполнила. О сюжетах про грязь, снег и мусор в этом году можно спокойно забыть. Только одна просьба, господа рязанцы, будьте внимательнее и аккуратнее. А самое главное, не пачкайте там, где живете. С наступающим вас Новым Годом и Рождеством! И все равно с наступающим! До встречи завтра в программе «Время говорить». Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин